Лыжный спорт стал самым популярным видом в минувшие выходные. В субботу по стране прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В этом году ее провели в 42-й раз. Одними из первых на старт вышли сахалинцы. На этот раз подключились к акции около 2000 человек. Как это было в Троицком, расскажет мой коллега. Дистанция в 200 метров, хоть и самая короткая, но и эмоции дает не меньше, чем марафон. Родители поддерживают своих детей, как и на профессиональных соревнованиях. Первой финишную черту пересекает Нина Безяева. В силу возраста девочка еще даже в спортшколу не ходит, но уже с трудом находит места для медалей. У нас уже есть где хранить, у нас есть полочка специальная, там у нас уже есть медали. Много. Но в основном у нас беговелы, велосипед, лыжи. Но в лыжах вторая медаль у нас уже. В прошлом году она в Троицком марафоне заняла третье место. Вот в этом году первое место в «Лыжней России». Троицкая – лишь одно из мест проведения «Лыжней России» на Сахалине. Организовали ее по всему острову – самой северной точкой Сталаха. Участники в зависимости от возраста бежали дистанцию от 200 метров до 10 километров. На старт вышли островитяне от 4 до 80 лет. Да, некоторые пытаются, заявляются на 10 километров, пойдут, пройдут 2-3 километра, говорят, нет, мы пойдем. Мы не контролируем, строгости такой нету здесь явно. Человек, если не может пройти, ну, хорошо, что 2 километра прошел или 3. «Лыжня России» – часть федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Он стартовал в 2020 году. В этом, в 2024, срок его проведения на Сахалине подходит к концу. В декабре подведут итоги. С 2025 года, безусловно, будет инициирован новый проект. Этот проект направлен на поддержание всех отраслей спорта от строительства объектов. В рамках «Спорт. Норма жизни» в прошлом году построено два объекта. В этом году будут построены открытые площадки в рамках «Спорт. Норма жизни». На этот раз «Лыжню России» посвятили году семьи, поэтому и на дистанции выходили родители с детьми. В целом, по стране в гонке приняли участие почти полмиллиона человек. Это не только любители. В числе вышедших на старт и ветераны спорта, и профессионалы.